Доброе утро, друзья, еще раз. Вы на канале Уютное Чаепитие, с вами я, Ирина Резвая. А я более-менее такой порядочек навела. Везде обтерла пыль. Но это так, слегка с утра, потому что сейчас буду готовить. И вчера мы привезли с Колей пылесос, потому что вот этот ковер, который я постелила, все равно удобнее ходить. Вот, ну, пол старый, и все равно его моешь. Хочется что-нибудь, знаете, босыми ногами ступать, например, на палас, на чистый, да? И я его решила отпылесосить, потому что он тяжелый, и постоянно его дергать взад-вперед. Тем более, вот там пришлось ставить его под софу. Постоянно его дергать, выхлопывать тоже не очень хорошая ситуация. Тем более, такая жара его хлопать. И мы решили пылесос привезти на выходные. Я все отпылесосила, все прибрала. Влажная тряпка, еще потом пройдусь по этим местам, где вот надо. Тут у меня мешок с вещами постиранными. Все это разберу, приберу. И, в общем-то, здесь порядочек. Приятно будет отдохнуть, пообедать в чистоте. Вот так, что решила. Коля говорит, ты куда пылесос-то берет? Ты где нового пылесоса тебе не куплю? Я говорю, так мы же, говорю, привезем его обратно. Друзья, представляете, смотрю, стоит на улице на столе сковорода. Посмотрела я, ручки на ней нет. Думаю, ну что такое-то? Так похоже на ту сковородку, которую я искала. Сюда я ее не привозила. Ну и что вы думаете? А это у меня Николай Александрович, оказывается, сковородку эту брал на рыбалку. С Пашей они ездили, вон там они, ставили ее на костер. Он ее ополоснул и забыл в машине. Вот теперь здесь будет хорошая сковорода. Прям не Николя, а 100 рублей убытку. Добрый день, друзья. Вы на канале Уютные черепития и с вами я, Ирина Резвая. У меня летает бабочка на кухне. Я готовлю кушать, а она вот тут летает. Двери открыты, фоточка открыта, открыта. Двери немножечко, хоть какая-то прохлада будет циркулировать. Но я показывала уже, да, что затопила печь. Хоть немножко просушить, потому что чувствуется, все равно чувствуется влажность. До вечера, ну, жары такой не будет, потому что немножечко совсем. Так, я готовлю индейку. Вот здесь у меня полная сковорода. Бабочку надо как-то на улицу выпроводить. Полная сковорода индейки, пока на медленный огонь. Здесь грибы в сковороде, которую Коля нашел у себя в машине, приколист. Так, перец. Перец буду резать в индейку, потому что его еще у меня там много в холодильнике. Мы брали, да еще не знали, что Миша возьмет. Ну, в общем, перец идет в индейку. А здесь будет грибы, картошка. Вот сейчас картошечку я порежу в мисочку. Нет, лучше, наверное, в кастрюльку. И так, грибы у меня немножечко уже пожарились. Чуть-чуть. Но я отключила, потому что картошку чистила. Думала, они у меня подгорят. И мы ждем машину. Ждем все-таки мы перевозку. Сказали, что скоро приедут. Конечно, выехали поздно. Ну, время уже сколько? 12 часов. Так, так, так. Что у меня? Я сюда даже табуретку принесла. Пока чистила картошку вот этим ножом, ну, просто невозможно. Я привыкла к своим. Вот эти углы у ножей меня руку режут. И, в общем, я устала. Или вот так вот встану, мне прямо так полегче. Надо на ноги нагрузку максимально сделать минимальной. Потому что все время на ногах, на ногах не просто ходишь, а именно стоишь. Так настоишься целый день, что-то делая, что вечером ноги болят. Вот сейчас еще этим ножом, по-моему, через порежу. Плохой нож. Где-то у меня там были мои ножи, где-то припрятаны. Не могу я. Непривычно. У меня есть дома один нож универсальный. Я им картошку чищу и что-то мелкое режу. И один большой. Самые такие ходовые ножи. А здесь прямо невозможно. Так, двери у меня открыты. Печка уже почти вся протопилась. И Коля пришел, чаю попил с Мишей. Сейчас уже делают леса стропилов, куда делали. Потом сходим, посмотрим. А я знаете, что сделала? Я кожуру от картофеля отнесла под куст себе. Потому что я слышала, и вы писали мне, что это надо делать. Сейчас обед приготовлю. Потом жара спадет. Ну как, ближе к вечеру пойду травы подергаю у кустов. Надо бы покосить, конечно. Косилки у нас нету. А чужую косилку все равно брать боимся. Мало ли что случится, потом не расплатиться будет. Толик-то в прошлый раз косил, думаю, хотя бы один раз. А Миша свою косилку он привез, покосил немного и увез. У него же там тоже свой дом. И там тоже постоянно косить. Постоянно косишь. В этом году косишь, косишь, а трава все растет и растет. Как хорошо на этой таблеточке. Стою я в приличной позе, друзья мои. Так что вы уж тут меня не осуждайте. Серьезно, ноги болят все время стоять. Ладно бы еще гулять, а то все время и дома что-нибудь делаешь. Так, а мне еще знаете, чего надо? Так, этим полотенцем я буду вытирать. Ручки у меня вот нету. Поэтому мне сейчас нужно что-то, не знаю, она будет емозить, не будет. Ложка у меня одна. Что грибы, что индейка. Я думаю, ничего страшного. Я такой ложкой мешаю, потому что сковородочка уже, так скажем, видавшая виды. Но от нее еще ничего не отстает, но деревянной лопаткой нет. Так, что у меня тут? Лук у меня в этой мисочке. Сейчас тоже его буду резать. Сейчас выпарится лишнее. У меня эта комфорта такая слабая. Поэтому тут долго будет вода выпариваться. Я ведь ее порезала, помыла. Все равно все не отожмешь. Дуршлага здесь нету. Вот чего. Я бы на дуршлаг сделала бы. Лишняя бы жидкость стекла. Я еще поздно все это дело начала. Ладно, ничего, успеется приготовить. Сейчас здесь вот я убавлю пока. А потом буду на большом огне уже картошку жарить. Обед будет очень вкусный. На даче вкусное все. Так что пообедают с удовольствием. С Колей решали печку куда ставить. Говорю, Коля, я не знаю. Печка, говорит, в доме будет у нас одна. Чугунная. Будет печка. Потом, может быть, со временем будут вот такие обогреватели теплыка. Естественно, второй этаж будет, лестница будет закрываться. Ну, вход на второй этаж, Коля сделает там ее закрытую, чтобы тепло не уходило. Потому что если мы будем туда приезжать зимой, то на второй этаж уж, конечно, мы не пойдем. Будет у нас, нам хватит с ним вдвоем одной комнаты. А так, если что, обогреватели все равно протапливать придется. Ну, надо будет ездить. Ну, я буду с удовольствием ездить. Почему бы и нет? Если где-то будет тепло, то давай чистят. Хорошо, красота. Конечно, будем ездить. Что зимой делать-то? Сел да поехал. Переправы зимой бесплатные. Вот сейчас Коля заплатил за переправу. Ну, выслал деньги мужчине, который поедет. 4 тысячи в Козы. 2 тысячи туда, 2 тысячи обратно. Потом сколько он еще с нас возьмет за часы потраченные. Сколько у них, Коля говорит, по-моему, полторы тысячи в час. Вот он заехал, забрал двери со старой Катиной. Ну, вернее, с этой квартиры. И они новые поставили Катине. И захотела эти двери селье. И они поставили новые. А дверь хорошая, сюда на дачу хорошо. Она железная. Первую дверь. Вот. И заехал пока. Потом поехал пока грузиться. Там быстро погрузят, конечно. Вот не знаю, он успел сейчас на 12-часовую переправу или нет. Я еще не знаю. Коля не ходила. Сейчас порежу картошку. Пойду. Схожу. Быстренько. А говорю о деньгах почему. Потому что, может быть, и вам будет интересно, и мне будет потом интересно. Конечно же, нос чешет. Сколько ушло у нас денег на строительство, на переправы, на все. Вот зимой, да? Знать бы, что строится. Конечно бы зимой завозили. А кто же знал-то? Зимой переправа бесплатная хотя бы. И потом уже посчитаем, уже когда основное все сделаем. Хорошо, что есть еще металлочерепица у нас. Вот все остальное сделаем, посчитаем. Да? И своими руками опять же экономим. Поэтому я и говорю вам, какие цены, как чего. Потом раз забыла, видео посмотрела. Если мало ли что, забыла написать. Так что. Вот. И мы, значит, решаем с Колей, куда ставить печь. Я говорю, надо, конечно же, ставить так, чтобы она не мешала. Естественно. Потому что где-то будут шкафы. Я буду где-то готовить. Печка будет топиться. Печку у Коля хочет. Печку такую, чтобы... Но они сейчас все-таки идут, чтобы с плитой. Конечно, если, например, идут плита топишь, да, две комфорки. Это вообще от комфора всегда идет... От этой плиты идет всегда жар. Это хорошо. Недаром раньше делали на кухнях. Например, в той же пенеге. Или здесь. Вот везде на кухне делали такие печки. Именно печь-плита. Вот. И, конечно же, хотелось бы двухкомфорочную. Чтобы готовить на ней сразу же. Экономия и газа. Где-то, может, плитки. Конечно бы хотелось. Но это тоже... Коля говорит, дорогая будет. Я говорю, ну, если уж мы делаем, мы делаем, да, надолго для себя, то, конечно же, придется покупать... Ну, надо, не придется, надо покупать хорошую вещь. Не шикарную, не, ну, как говорится, не пыжить. Пыжить все равно не на что. А хорошую вещь, чтобы служила долго. Вот мы, например, с Колей смотрим эти, как вам сказать, друзья, на Валберис печки, на Валберис, на Валберис. Говорю, вообще такие вещи не бери, потому что там ничего не подойдет. Еще и возврат платный. Это вообще, конечно, нагрешь. А на Озоне, смотри на Озоне. Ну, посмотрели мы на Озоне печи. И Коля, например, читает какие-то сварочные швы. Сварочные швы ровные, там отзывы, например. Ну, вот Коля говорит, значит, это не чугун. Включилось, друзья мои. Сосед как раз подходил к дверям. Коля спрашивал. Вот. И Коля говорит, значит, это не чугун, говорит. Или, ну, железо. Ну, конечно, тоже железо, железо рознь. Но это будем полностью, я уже буду полностью, конечно, как и во всем, полагаться, что у меня там резвый решит, что и как брать. Потому что человек строит, знает, что это достанется потом кирюхе. Поэтому хочется делаться надолго, надежно. Вот так вот. Спички это хорошо, конечно. Но кирпичная тоже не хочет он класть в печку. Конечно, можно сделать и фундамент, но он говорит, это тоже дорого печь хорошую делать. Не знаю. Решили такую печь. Зимой мы все равно будем здесь редко, да? Пока может быть редко появляться. Со временем тоже можно будет что-то другое придумать. Ну, сделаем обогреватели. Там же будет на первом этаже две комнаты. И будет еще такая маленькая комнатка, там туалет. Может быть, если в будущее далеко смотреть с душевой кабиной. Хотя, конечно, вряд ли она будет. Не знаю. Может и будет. Конечно, там тоже поставим обогреватели. Но, Коля говорит, что чугунная печка. Тем более, мы же будем везде делать отверстия. Как они правильно называются. У картошки, наверное, многовато. Чтобы воздух расходился, сделаем и в коридор. Хоть и двери будут, например, открыты, да? Мы когда дома-то ездили, смотрели, и нам набрали, что этот дом из бруса. Мы ездили с нашим риэлтором, со знакомой, с Юлей. И она так, ну, спрашивая у продавца, что, какие стены. Брус 150 на 150. А у Юли муж как раз вот сейчас строит дом. И она говорит, он уже строит его очень долго, строит очень ответственно. К этому подходит. Конечно же, они дом строят для круглогодичного проживания. И строят они из бруса. А может, нет, по-моему, из бруса, да. И она так по стенам-то постучала. Говорит, у вас, говорит, там пусто, говорит, это у вас каркас. А у них указано в объявлении брус. Но потом, когда уже, видимо, мы сказали, и, может быть, он видел, что я снимаю. Это все я снимала как раз тут для себя. А я не знаю, где, может быть, у меня даже видео это есть. И потом они переделали объявление, сказали, что это каркасника, а только баня сплуса. Вот. Но у них, я к чему говорю, я у них увидела в каждой комнате сделаны такие отверстия, так красиво, у них еще так, решеточка такая, чтобы все вот этот воздух-то циркулировал. Мне так это очень понравилось. Вот. И Горя сделает так же, чтобы все это циркулировало. А у меня квартира была в Каргополе, я вам рассказывала, да, есть видео, где кто вот со мной, те помнят, как я обменяла однокомнатную квартиру на двухкомнатную, вот эти наши тяжелые. Это времена, конец девяностых, начало двухтысячных. Вот так вот у меня, я тогда была такая, ничего не боялась, в общем. Если хотите, посмотрите, видео где-то есть, вспомнить, как называется. Буду монтировать, вспомню. И мы сначала вот однокомнатную мы обменяли на двухкомнатную. Двухкомнатная в каменном доме. Я уже рассказывала, что убитая была напрочь, об этом сейчас не буду говорить, но в этой квартире когда-то жил учитель труда. А он был и печник, и, как говорится, и из Швеции, на Дуде и Греции. В общем, такой был мужчина, царствие ему небесное, у него все вот в руках, все прям спорилось. И он поставил в комнате печь, единственный из всех вот жильцов, и вообще единственный, наверное, сначала человек, кто вообще в каменных домах решился на это дело, потому что трубы были выведены только от кухни, от плиты. В комнатах, где было паровое отопление, печей не было, но это хорошо, да, предусматривалось паровое отопление, ну, вернее, оно было сделано, предусматривалось то, что оно будет греть. А в кухнях вот эта плита, от которой, конечно же, шел жар, и печи были, ну, там, видите, чего у этих печей, когда вот труба вот идет, вот как положено, да, с какими-то там загибами, то тепло сохраняется. А тут она напрямую были сделаны только для того, чтобы готовить. Поэтому она в себе мало тепла держала. А целыми днями топить не будешь, это тоже опасно. И он построил печку, и когда мы обменивали вот квартиру, эта квартира потом досталась, ну, после него, эта квартира досталась людям, которые ее вообще запустили, ну, я вам тоже про них рассказывала, и даже есть у меня видео про одну женщину, которая там жила, и они, в общем, накопили долгов, и мы с ними вот и обменялись. Но обменялись еще, видите, я купилась на эту печку. И вот у него печка была сделана в комнате, сейчас там, кстати, моя бывшая свекомщина вот в этой квартире, в комнате печь, которая стена, другая стена печи выходила на другую сторону, сделана была, по-моему, труба была сделана под потолком, ну, как у нас, например, вот труба камина у нас ведь тоже не предусмотрена, труба в комнате тоже, труба камина надежно, хорошо она сделана, выведена в общую трубу. Но не в этом дело. Дело в том, что он тоже сделал с кухней, с комнатой, вот так у него красиво было сделано, значит, под потолком такое большое окно сделано было, так красиво у него все, ну, деревом красиво обделано было, с такими речками, они как ромбики смотрелись, и вот очень хорошо тепло циркулировало. Вот я и говорю, Голя, надо сделать такие же. Ну, конечно, больших-то мы делать не будем, но он так посмотрел, говорит, ну, все равно, конечно, вентиляция-то все равно будет, но и для тепла вот будут вот такие вот окошки. Так долго рассказывала. Он мне сказал, тебе надо было быть учительницей, очень долго объясняешь. Да, была у меня когда-то такая мысль. А вы знаете, что-то небо потемнело, и, наверное, будет дождь, успеть бы до дождя, чтобы приехали. Сейчас я посмотрю, сколько времени приехал мужчина-то. Ну, сейчас 14 минут первого. 14 минут первого. Значит, он уже должен переправиться, если он успел. Коля говорит, пускай, говорит, успевает, потому что это же деньги. Если он не успеет, это лишние там 2 часа, а то и 3. В общем, по подсчетам должен был успеть, потому что там грузят ОСБ не руками, там по грузчикам специальным. Ну, вот сейчас он должен где-то минут через 15, наверное, приехать. Да, где-то так. Дороги, конечно, друзья мои, господи, ну, этот нож я не могу уже. Как я устала от этого ножа. Ты так не знаешь чего. Вот этот более-менее. И вот хоть точи, хоть заточись. Бесполезно. Он тупится. Он сначала наточится нормально, а потом... В общем, дорога оставляет желать лучшего. Я даже не стала снимать чего-то в дороге. У меня была, знаете, такая мысль. Вот если бы дорога была хорошая, можно было бы, да, снимать, разговаривать. А там... Вот такая вот. Я говорю, Коля, потому что в этом году не было праздника Новодвинской крепости, то его, наверное, и не будет. А когда он был в прошлом году-то? Не в июле ли? Я уже забыла. Но его не будет, потому что там идет ремонт. И дорогу, конечно же, зачем делать? У нас же только, знаете, показуха, когда надо... Там люди поедут, там, может быть, еще иностранцы иногда ведь ездят, знаете. Очень много ведь людям интересно посмотреть, вот многим людям, что такое Новодвинская крепость, почитать, послушать. Тем более такие праздники, друзья мои. Ну вот кто не видел, посмотрите Новодвинскую крепость, набирайте прямо, вы увидите. Ну, настолько все это здорово сделано. Ну, ладно, я сейчас опять уйду в ту степь. Дорога ужасная. Это... Коля говорит, когда-нибудь, если эту дорогу, вот хоть губернатор, говорят, и был, или кто там, мэр был, на 14-м, с которого мы сейчас едем, там еще и оттуда же надо ездить. Вот он говорит, сделаем дорогу. Один вопрос. Друзья, начался дождь. Сейчас Коля придет. Один вопрос. Они дорогу-то сделают, только что они будут деньги-то вкладывать, куда, скажут, поселок развалился. Хорошо бы, если бы сделали, только когда... А когда был праздник Новодвинской крепости, да, вот губернатор же был в прошлом году, вы что думаете, он по дорогам, что ли, ехал? Нет. Они приехали на крутых катерах. Что, они там сели? В Соломболе, там такая набережная, пожалуйста, да, где угодно они могут сесть. Сюда приехали, и потом на таких же крутых катерах они уехали. У меня тоже, по-моему, видео есть. Им дорога очень нафиг это не нужна. У меня сейчас там, может, какие-то все промокнут. А он, наверное, быстрый будет дождик. Да, там уже вон светло. Коля у меня бредит, говорит, я больше не могу, говорит, как я хочу на рыбалочку. И, говорит, не просто вот на речке, вот как со мной, говорит, как я хочу куда-нибудь на озеро. Поставить эти, говорит, рогаточки, мы с ним ставили, это вообще здорово. Поставить эти рогаточки, спиннинг позакидывать, сеточки какие-нибудь поставить такие. Говорит, как я хочу. А куда на озеро-то ехать? На озеро только ехать в казенщину можно. Там в этом, как его вам сказать, там хорошо. Там озера большие. Это Холмогорский район, там столько озер. Так что, не знаю. Какие сейчас, он говорит, какая сейчас у меня рыбалка. Мне, говорит, сейчас бы надо до зимы, ну, если сегодня они делают леса, я не знаю, что они будут делать завтра, потому что тоже леса. Не так все просто, да? Надо же надежно по этим лесам. Но я буду ходить там красить. Поэтому вот время уходит, конечно, на такие подготовки. Он хочет до зимы сделать, хотя бы говорит, чтобы мы были уже вот в одной комнате, можно жить, приготовить что-то, поесть, сделать где-то за куточек, для туалета тот, да, сделать. И уже потом спокойно заниматься другими делами. Но окна нам надо сделать все. До зимы. Все окна. Кровь из носу надо обязательно. Вот так вот. Ох ты, ох ты. Ну-ка. А, нет, просто ветер поднялся. Ветер. Так, ну что, в общем-то, грибы у меня готовы. Так, сейчас я принесу соль. А где-то у меня была соль. Вон она у меня где. Господи! Коля, ты раздетый. Да? Да. Сейчас я отключусь, друзья. Он ведь у меня... В труханах. Да, на тебя? Он ведь на самом деле у меня ни шортов, ничего не одевает. У него одни... Ну, так, не одни, естественно. А есть такие приличные труселя, как шорты. И он в них вышивает там у себя настройки. Говорит, потому что в жару просто невозможно. Говорит, невозможно такая жара. Хочется вообще с себя снять все. И вот он... А сейчас, говорит, ты в камеру у меня попадешь. Давай, я говорю, уходи у меня хоть водитель. А что тебе попить? Он гипячен. Слушай, у меня комфора к не хватает. Я морс-то хотела сварить. Да, кстати, морс первым. Говорю, не хватает. Счера еще надо было сварить. Ночью. Чтобы сегодня уже прохладненький был. Смотрите, как со мной строго, да? Как быть-то теперь? Простите меня, пожалуйста, Николай Александрович. Я подумал над этим вопросом. Простите. Чем я могу загладить свое вино? С трех раз? С трех раз? Да у тебя желание вещь, а? Даже там, я вещь. Я знаю, что сейчас, колюшка, я вот доделаю сейчас картошку и сразу поставлю морс. Так что ты не переживай, все будет окей. Окей. Ты точно не переживаешь? А то из-за твоих переживаний я буду переживать. Ой, не могу. Вот стала рассказывать, да, что как они там работают. Я когда по счетчикам ходила, друзья мои, вот, ну, здесь, да, скажете, ой, на даче там в трусах вообще никого нет. Никого. Я говорю, дача, ты вообще видишь вообще соседей? Ну, так иногда слышим голоса просто. Да, у всех огромные заборы. Огромные. Заборов-то практически нет. Большие заборы, посмотри, по этой стороне, даже вот здесь забор поставлен, там забор, вот где вот голоса раздаются, вот там кого-то слышно, людей даже не видно. а то, что там они на стройке между своими вот этими лесами, их там даже не увидишь. Сейчас там все, только вот эти одни, только доски, 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 доски. Вот эти леса уже практически построены. Вот леса уже почти построены. Вот я когда по счетчикам доходила, я... Очень хорошо. Все, я говорю, он должен уже быть на переправе точно. Может, чай, а ты чай поставил? Не поставил, да, вот я говорю, когда ходила по счетчикам, я насмотрелась, мужиков в трусах, они вообще не стесняются. Вообще, вот выйдет такой, какой-нибудь, знаете, такой пузанчик, трусики такие у него, как юбочка. Здравствуйте, проходите. И я тут пока с этими со счетчиками все время думаю, боже мой, как они... Мне так еще смешно, главное, ладно бы там я Коля рассказываю, я говорю, Коля, такие, знаете, как старенькие, такие, как юбочки. Так что насмотрелись. А здесь кто на них смотрит? Он, прошел он, но жара такая, что он говорит, не надо мне никаких ни шуртов, ничего, потому что мне жарко. Так, а трекушки, я говорю, может тебе трекушки какие-нибудь купить? он их называет, да, никулинки, да, Коля, ты их называешь? Никулин-то снимался, а? Дешевые, это самые, дешевые, это самые, да, такие вот эти вот, Никулин-то снимался, таких вот, колени, колени висят, ой, он их так и называет, никулинки, это вообще, слушай, а что, дождь-то кончился уже? Капает еще, да? Там тучка-то идет, а еще идет тучка. Вот, оно, вот пойми, вот этот прогноз погоды, да, вот попробуй пойми, кто будет дождь, кто-нибудь, Коля, ну ты опять закурил, конечно, вот, не курящему человеку, курящего, это вообще, и так же и не пьющего, надо, наверное, это, да, запить, да, закурить, не буду резвого гонять, так, я сейчас лук, сюда, лук порежу, у меня еще где-то есть чеснок, вот видите, сколько водички, сейчас все это выпарится, ну, сейчас пока, вот, да, ОСБ привезут, выгрызут, и уже будет, как раз готов обед, это хорошо, места мало, у меня, места мало, так, тоже, наверное, сейчас чай выпьет, зеленого, чай хочу, что-то о чем-то хотела поговорить, а не ожидала, что Коля-то придет, все забыла, так, теперь, долго нам, не надо будет машину-то, ну, какой-то оказывать, да, ушел прямо в дорогу туда, чтобы я тут не мукала, дым еще, лукшку сделаю побольше, и сюда сделаю, в индейку сделаю, ой, нам теперь долго не надо будет машину купить, заказывать, не надо, ну, смотри, нам, что потом купить, для этого завозили, ну, прянку пожмала будет, прянку садим, ой, так это еще, долго, ну, прянку-то надо будет, она внутрямку еще пойдет, да, вот она будет лишать все, лучше, конечно, лукшку, не хочу я, эту, депчатину, депчатину, не опасно, да, лукшку, лучше не прось, пичку-то, чего, куда ставить будем, вот проблема, да, помещение уже, в принципе, обозначено, окна, есть, как хорошо, что мы сделали с тобой окна, на сторону Влада, да, там вообще нечего, как бы, такое место было бы глухое, да, только что я так хотела, окна на закат, да, кто ты заката не увидишь, на первом этаже, а еще делают, да, из крыш, посмотришь, дома-то такие крутые, вот идет вот так крыша, ну, тут окно, и тут окно, вот так вот крыша, а из крыши здесь еще такое идет, выпирает окошечко, да, так красиво делают, умеешь так делать? Не, а сделаем? А еще, что сделать? А еще будет, что сделать? Не, вот так вот, если я, например, вот, можно это сделать, да, почему? Не надо, надо быть, так это будет окно на закат, в самой крыше, а как ты в самой крыше, если там будет комната, да, так это надо еще наверх залезать, еще комнату, что ли? А как тогда так делать? Это не сделать, за чем это надо? Так оно комнату-то не будет видно, там же будут вот так вот стены, сначала, короче, занимайся вон этими, это знаете, это называется аппетит и растут, да? Да, это как, это как, это как, я с жиром бешусь, я могу только со своего жира беситься, знаете, как сказка о рыбаке и рыбке, да? Сначала хотя бы, новая корыта, жизненные сказки-то, да, друзья, жизненные, сначала корыта, что еще чего-нибудь? да, это бегемота водил, знаете, как он называет чай с бергамотом? Бегемот, чай с бегемотом, как он пьет у нас. Ну что? Так скажут, опять что-нибудь там, что болтает, непонятно что. ну и что? Хочу и болтаю. Я такие комментарии сразу убираю, их, конечно, мало, но есть такие комментаторы, которых не устраивает моя пустая болтовня, да? и не слушайте тогда. Не слушайте, не портите себе нервы, ради Бога, берегите свое здоровье. Так, слушай-ка, я, может быть, тоже чайку с тобой выпью? А? Как ты думаешь? Кей, да? Потому что я же хочу посмотреть, что там, это черный перец у нас тут, поль, а это, ага, а это что? Это паприка. Как вот ты можешь добавить в негриху? Только она не будет такой. Это когда запекаешь, так еще она чувствуется. Ну, хотя можно, конечно. Я вот вместо соли сделаю приправы. Мне очень нравятся вот эти приправы. Восточный гость. Ну, сейчас уже водичка выпарится. Пусть картошечку пожарю. Потому что вы уже, наверное, кушать хотите, да? Сейчас все равно кушать будем по-какому, как в машину отправить. А, ну, естественно, да. Разгрузить ее и отправить, да? Да, да, это понятное дело. Слушай, как хорошо, что ты сковородку-то нашел. Как она мне сейчас пригодилась. Вот, красота какая. Так, ну чего? Они, в общем-то, такие не... Не буду говорить ни хорошим словом. В общем, они почти поджарились. Я закидываю картошку. Поля все время меня контролирует. Да вот, правда, контролирует. Как я жарю картошку с грибами. Ему не нравится, когда грибы такие жидкие. Мне нравится, чтобы они сильно были обжарены. Не сильно, а нормально обжаривали. Ну вот, я бы нормально обжарила, чтобы они немножко как были, как такие вот с соком. Соуси. Не буду, не надо произносить слово другого. У меня бабушка так интересно делала грибы. Ну, нет, не секрет, это не в осуждении бабушки. Она готовить не любила вообще. Она все делала на скорую руку. Но она грибы делала. Мы ели их редко. Потому что они раньше не росли вообще. Не было никакой лесополосы рядом. А вот она делала их прямо сразу с картошкой. Но она их отварит. Она сливала воду, потом снова их варила и прямо туда картошку. Вкусно получалось. Серьезно, вот раньше пойдешь и не знаешь там, где грибов набрать. Там были такие посадки. Их люди садили сами. Березовые посадочки. Вот мы помним, да, нашли несколько грибов. Это надо было очень далеко куда-то ехать. Там в Мичуринске лесов-то не было вообще. Нет, да, лесов там нет. А может я что-то плохо помню. Так, ну что. Я, наверное, сейчас отключаюсь, друзья мои, доделаю все это дело и пойдем разгружать USB.